Итак, друзья, наша команда пополнилась новым бойцом, прекрасным пилотом боевых мехов Риманом, который присоединился к нашему отряду мехкомандос воевать за дом Д'Авион. Мы прошли с ним тысячи боевых схваток, повышая репутацию нашего маленького отряда среди работодателей. И вот очередная боевая высадка. И снова нас ждут приключения на наши наемнические задницы. В каких условиях нам только не приходилось воевать? На каких планетах мы только не побывали? Но помимо отношений, командиры и подчиненного у нас с Риманом сложились дружественные братские отношения. Какие мы только боевые связки с ним не отрабатывали. Какие только боевые комбинации не придумывали. И нам страшно везло. До сих пор никто из нас не был даже ранен. Мы защищали базы. Мы разрушали базы. Мы уничтожали наемников, пиратов и мародеров. Которых расплодилось превеликое множество. В новой войне за престол великих домов. Но все-таки у нас по-прежнему было очень мало мехов. И все-таки у нас было всего два пилота в нашем отряде. Давай, Фриман, по ногам ему работай. Мы четко закручивали вражеских мехов и разбирали их спокойно и методично. Я периодически воевал на Центурионе, когда он получал повреждения, вставал на ремонт, соответственно, я брал Джавелина, оставляя Фриману его любимого меха Дженнер. На котором он, собственно, и присоединился к нашему доблестному краснознаменному отряду Мехкомандос. Воевали мы четко, исправно и храбро, набивая репутацию и зарабатывая бабло. Но сложность контрактов, время от времени, росла. И нам было необходимо увеличивать все-таки нашу команду. Четко, Фриман! Были, конечно, и напряженные моменты. Попадали мы с товарищем и в окружение. Но всегда удавалось удачно выбраться из любой ситуации. Этот выход дался нам достаточно тяжело. Наши мехи получили существенные повреждения. И даже закрадывались подлые мыслишки в голову о немедленной катапультации на орбиту. Но мой товарищ упорствовал, и мы продолжали бой. Любая, в принципе, бронетехника Мехом не опасна, если, конечно, не в большом количестве выступает против одного Меха. Тогда за счет повреждения многих компонентов, в принципе, большой отряд бронетехники, Танков и вертолетов могут уничтожить Меха. Пока я разбирался с Фениксом, Фриман успешно расстреливал танки и турели. Нам стали попадаться Мехи гораздо серьезнее, чем раньше. С более высоким тоннажем и более сильным вооружением. И тем не менее, наши отработанные боевые комбинации, наша связка позволяла пока еще справляться и с такой напастью. Это легендарный Мех Блэк Джек, который несет достаточно неплохое вооружение. Пока я перебивал ноги, Фриман размывал его внимание. Отвлекал. В общем, мы справлялись, у нас все получалось. По-прежнему появлялись древние Мехи. И где их только пираты брали? Урбан-Мехи? Я так понимаю, что они активно окучивали черные рынки. И собирали их по частям. Сам по себе, урбан-Мех не очень опасный. Главное, не подходить к нему слишком близко. Ибо у него есть мощная автоматическая пушка. Отлично, Фриман. Мне очень нравилось, собственно, воевать на Джавелине. Мы совершали быстрый развед рейды на двух быстрых, легких прыгающих. Мехах Джавелин и Дженнер. При хорошей спарке удавалось достаточно быстро разбирать Мехов, превосходящих нас по классу. Так, Фриман, отвлеки его, я пока разберу турели и танки. Суммы наших накоплений росли. Самое идеальное Борьба с тяжелыми мехами Или мехами, превосходящими нас по классу Было уничтожить им ноги. Вот сейчас мы выполняем великолепную комбинацию. Он отвлекает А я разбираю Блэк Джека. Четко. Были опасные цели По уничтожению лидеров пиратов И пиратских гарнизонов. Были стремительные, динамичные баи. Пираты очень любили Мехов, Феникс, Хавк И Мехов, Партнер. Они были быстрые, прыгали И несли на себе Достаточно удачное для них разнотипное вооружение И лазеры, и пулеметы ближнего боя И разобрать их, конечно, требовались определенные усилия. Готово, братишка. Идем дальше. Мародеры чаще использовали Мехов Спайдер Они были быстрые Можно быстро было налететь на какую-нибудь базу Выполнить нехороший контракт Что-нибудь стырить и удрать И мы не позволяли им этого сделать Наша репутация росла Дум-двион был доволен нашей работой Одно задание сменялось другим В свободное время в кают-компании Мы пили виски и играли в карты И продолжали отлично выполнять свои задачи Окружаем его, дружище Осторожно, у него есть тяжелое орудие Протонный ионный излучатель ПИЧ Который нам еще все никак не получается заполучить На свои орудийные склады на корабле Серьезный противник Сейчас Фриман его отвлекает А я продолжаю перебивать ему ноги Приходится активно маневрировать Чтобы он мазал по мне Опасное очень орудие Четко, дружище, идем дальше Мы научились отлично драться и в городских условиях Появились контракты посерьезнее По уничтожению Небольших городков Каких-то мятежных локаций Двиона Плюс пираты И лютые наемники иногда захватывали целые городки И стояла задача по их уничтожению И ликвидации сил противника Война шла полным ходом Но тем не менее Мы еще пока ни разу не столкнулись С регулярными войсками Например, того же дома Ляо Дома Курита Или дома Марик Мы пока сражались С отбросами Но мы были рады и этим контрактам Так как нам нужно было серьезно повышать свою репутацию Для увеличения Денежных выплат за нашу работу Четко Но я обожал быстрых Прыгающих маневренных мехов Иногда на нас посылали убийц Причем в самый последний момент боевой задачи Пытались нас ликвидировать Буквально Перед эвакуацией Это были особо неприятные моменты Потому что к моменту Конца выполнения задания Как правило наши мехи были уже повреждены Это были опасные моменты Нас действительно могли Уничтожить Поэтому частенько после выполнения задания Нам приходилось Шкериться в системе И прилагать немало усилий Чтобы оставаться незамеченными След Ребят из Инферно Которые убили моего отца Пока потерялся Я решил подкопить Побольше баблишка Обзавестись еще большим количеством Пилотов и мехов И встать на след Инферно И обязательно им отомстить Уничтожив полностью их организацию Но до этого еще далеко Так, война войной А вот трофейчики явно по расписанию Мы не брезговали подбирать на планетах Брошенные грузы И наши Оружейные склады росли Фриман, когда же мы эту курицу с тобой добьем? Полетели-ка отсюда Нас ждет богатая вылазка И вот однажды С моим боевым другом Фриманом Мы упоролись В боевую задачу Которую наш маленький отряд Походу не тянул Так, бро, двигаем на маркер Мы столкнулись с незнакомым рельефом На новой планете Было достаточно классическое задание Выйти На точки маркеров Поискать там вражеские цели И все уничтожить Есть трофеи Это приятно В следующих сериях Друзья, вы услышите Удивительно интересные истории Создания мехов Центурион И историю создания И назначения меха Дженнер Великими домами Нам повстречался мех команда Достаточно шустрый вражеский мех Который может бегать Со скоростью 100 км в час И который несет на себе Достаточно неплохое вооружение Удалось отлично И быстро ему отстрелить Одну лапу Дело замал Фриман, держись Так, минус один команда Там где-то второй носился Это классика Урбан мех Но главное не попасть Под его тяжелую автопушку Которая стреляет очередями Если перестараться То системы меха Конечно перегревались И могли отрубиться В самый неподходящий момент Боя Надо вообще конечно Стараться таких косяков Не допускать Но на этой планете Было жарче чем обычно И системы грелись капитально Мы двигались Страшно разрушающей Двойкой Зачищая все Красные цели Центрюэл мне нравился Был достаточно универсальный мех Но с большим минусом Широкий корпус Достаточно Низкая скорость И он очень неповоротливый Неуклюжий Бывало собирал домашку Отовсюду Быстро Теряя структуру Центрального торса Да Забыл сказать Эта миссия у нас Впервые Была многоцелевая Состоял Состоит из двух частей Эта задача Сейчас пройдем по маркерам Вырубим всех красных А дальше вторая Высадка На вторую часть планеты На другое полушарие Пока шло все как по маслу Получили незначительные повреждения Структура нигде не вскрыта Противник ликвидирован Пока я башни вертел Фримен уже сбил вертолет Просто красавчик Достаточно универсально вооружен Сентурион Ракеты большой дальности Два лазера для Среднего и ближнего боя И автопушка Если что-то не успевал я Меня дополнял и помогал Фримен Добивая или сильно повреждая Мою цель Так, здесь чисто дружище Идем дальше Так, давай-ка здесь поаккуратнее У нас уже мало что от брони Осталось Не нравится мне эта красная лужа Вдруг кислота Так Серьезная база Зашевелились черти Действуем осторожно Пока противников Вражеских мехов Не наблюдаем А вот это уже серьезно Задача стояла уничтожить Лидера команды пиратов А он пилотировал достаточно Серьезного для нас меха Выше нас По классу Придется повозиться Мы стремительно огребаем И получаем серьезные повреждения Приман по ногам По ногам работаем Обалдеть Пока я перегрелся Мне отхреначили Левую руку Но пока все вооружение в норме Это первая часть Многоцелевой миссии Уничтожить лидера пиратов Только остается вопрос На чем же мы будем Выполнять вторую миссию Если в первой части От наших мехов Ни хрена не останется Я получил существенные повреждения Гаденыш уничтожен Я потерял систему РБД Так, а вот и помощь Подоспела Лидеру пиратов Такой же Центурион Как и у меня И ситуация достаточно хреновая Фриман страшно поврежден У меня вскрыт центральный торс Нет левой руки И вскрыта Правая нога Честно говоря Я даже не ожидал Что мы так конкретно нарвемся При выполнении Этого задания Но такова жизнь наемников Не знаешь где найдешь Где потеряешь Фриман практически грудью Прикрыл меня от выстрела Я перегрелся Это конец Но тем не менее Часть контракта выполнена Лидер пиратов уничтожен Центурион я завалил Все борется внутри меня Но Думаю приходится Отдать команду Катапультации нам с Фриманом Что-то он молчит Мне это не нравится Когда он в прыжке Прикрыл меня От выстрела своей грудью Возможно он получил ранение Я переживаю За своего друга Все Фриман уходим Катапультируемся Братишка Иначе нас здесь положат Хана Центуриона Я потерял автопушку Все Фриман Надо уходить Единственная структура У Центуриона Не вскрытая Это кабина Это капсдец Я еле успел Катапультироваться Следом за мной Катапультировался Фриман Но тем не менее Первая часть контракта Выполнена Мой друг получил Тяжелые ранения И слеп в лазарет На 78 дней А я с тяжестью на сердце Приступил к осмотру Наших тяжело поврежденных мехов Это длительный И дорогой ремонт Но осталась Вторая часть задания Надо ее выполнить Чтобы получить Бабки За этот гребаный контракт Приняв на грудь Для храбрости Я высаживаюсь На Джавелин В одиночку И надеюсь Что мне будет Способствовать Удача Буду уповать на скорость и маневренность Боевая задача у меня состоит В уничтожении Телекоммуникации Противника Во всех указанных Маркерами точках Страшная и красивая планета Одновременно Бьют гейзеры Вот трофейчике Точно не помешает Страшно Страшно К Jimmy Солог Так, я не пойму, а где вторая вышка? Ух, ни хренаж ты себе! 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 Так, сейчас быстро с этой шпаной разберемся и здесь две трофейные точки надо забрать. Ух, ни хренаж ты себе! Все чаще нам стали попадаться танки, несущие тяжелый РБД и РМД. А хороший ракетный залп с танка может повредить моего меха. Очень неплохие трофеи. Буду действовать нестандартно, чтобы сохранить Джавелина. Заходить буду сверху, с неожиданных сторон, где эти черти меня не ждут. Таргет down. Командер, enemy dropship coming in right on top of you. Командер, enemy dropship coming in right on top of you. Четко и красиво. Действуй очень осторожно. Мне нужно сберечь броню. Для полного выполнения боевой задачи. Вот почему Джавелина называет подлым мехом. Подлый, как Джавелин. Появляющийся ниоткуда. И исчезающий в никуда. Здесь я погорячился, конечно, выскочил вперед. Серьезный противник. Firestarter. Быстрый мех, который несет неплохое штурмовое вооружение. Целая группа лазеров. В следующих сериях вы увидите на этом мехе очень интересные и страшные бои. Он отлично дерется в среднем и ближнем бою. И мне желательно разобрать его в недосягаемости его пулеметов и малых лазеров. Отстрелил ему одну лапу. Опаньки. Валим, 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 валим. На этой планете какая-то повышенная температура окружающей среды и системы греются очень быстро. Работаю на грани перегрева. Работаю на грани перегрева. Райана Фриману в лазарет вывела камеры с моего меха. И он на мониторе сейчас смотрит, как я тут сражаюсь один и переживает за меня. Готов. Так, надо осмотреться, охладить системы и продолжить выполнение задачи. У меня вскрыт задний левый полуторс. Так что теперь нельзя поворачиваться к противнику спиной. Фронтальная броня пока приемлема. Все в норме. Я осторожничаю. Пока наблюдаю легкую технику и не вижу мехов противника, и это меня напрягает. Я не знаю, чего мне ждать. Есть первый мех. Интересно, он здесь один? Так, это всего лишь урбан мех. Надо попробовать разобрать его с дистанции. На пределе дальности средних лазеров. Да, такой заряд бодрости мне поймать очевидно. Это будет очень неприятно. Методично маневрируя буду расстреливать его ноги. Так, он лишается правой ноги, отлично. Все идет по плану. Готов. Можно сказать, уничтожил его филигранно и аккуратно. Надо торопиться, наступает ночь. А в одиночку воевать в кромешной тьме мы абсолютно не улыбается. Так, осталась последней радиовышкой, можно уходить. Можно сказать, миссия выполнена, друзья. Так, отлично. Райана говорит о выполнении задания. Бросает маркер и высылает шаттл. А я быстренько чапаю в зону эвакуации. Задача выполнена. Контракт соблюден. И быстро драпаем, пока нет противника. Пора навестить раненого друга. Осмотреть мехов. И наметить точку перелета в другую систему. После этой задачи наш отряд мехкомандос получает ранг авторитетный. А это очень приятная новость. Наша зарплата теперь будет больше. В принципе, Джавелин не сильно пострадал. И за это задание мы получили дополнительный бонус награду. Меха маленького быстрого лакуст. Ставим на ремонт Джавелина. На остальные в процессе. Ну что ж, летим в следующую систему. Приключения продолжаются, друзья мои. Увидимся. Здоровья вам и близким. Увидимся. Спасибо, пока. Увидимся. Поехали. Продолжение следует...